Новое видео выходит каждый день в 20.00 Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Перед началом данного моего ролика я бы вам хотел сказать, что все вообще геймплейные моменты, все какие-то исторические моменты, все какие-то там, я не знаю, палеозойские моменты и все прочее, были сняты на проекте, а если быть точнее на сервере Феникс, как бы проекта Аризона Ролиплей, на котором вы сможете ввести мой промокод в никнейм пригласившего, блядь, мой никнейм в промокод пригласившего, блядь, мой никнейм в никнейм пригласившего вас игрока и по достижению вами пятого уровня вы сможете получить 300 тысяч долларов на банковский счет своего персонажа, либо там на руки, либо еще куда-то вы все это получите. Это не имеет особого значения абсолютно точно, потому что, введя только мой никнейм Данте Коннор на Аризона Ролиплей Феникс, вы сможете получить все эти огромнейшие привилегии с вашим же огромнейшим, вот всем этим списком разнообразнейших вещей, дел и так далее. Вы знаете, я решил немного отвлечься от постоянного хейта всего и вся, от постоянного поносения всяких GTA-самп-ютуберов, все-таки для этого есть самп-обзоры, вот, понимаете ли, чтобы ко мне на Мазде кто-то ездил, но это не особо приятно, как вы можете понимать, вот, и все остальное, поэтому я решил немного отвлечься от всего этого и рассказать вам о реальных минусах Аризона Ролиплей. Вот вы знаете, как делают все вот эти вот дилетанты и все прочие люди, которые просто там, я не знаю, поиграли от силы, но один-два часа, возможно, там один Payday только в своей жизни на Аризона Ролиплей забрали и уже что-то там пиздят про такой хороший, замечательный проект, как Аризона Ролиплей. Я считаю, что такого не должно быть, что такие люди должны быть просто всяческим образом порицаться нашим обществом, нашим светским обществом, где люди просто, понимаете ли, играют на проектах, потому что проекты действительно охуенные и действительно они заслуживают того, чтобы на них играли. Так вот, я играю на проекте Аризона Ролиплей уже достаточно большое количество времени, около одного дня, я собрал около 30 Payday за все это время и я вам так могу сказать, я вам так могу сказать, что я в доле папирок просто вот основательно, досконательно изучил весь проект, такой проект, как Аризона Ролиплей. В данном видеоролике не будет какой-то субъективщины, знаете, как делал какой-то Данил Геррера и так далее, где он просто говорил вещи, которые лично ему не нравились и так далее. Вот, то есть тут такого не будет, тут будет все объективно, то, что не нравится абсолютно всем на таком проекте, как Аризона Ролиплей, как бы на сервере Феникс, да, если вы хотите со мной играть, если вы хотите меня встретить, если вы хотите мне что-то подарить, или чтобы я вам отдал 300 тысяч вертов, вернее, чтобы вам система отдала эти 300 тысяч вертов, вы можете зайти на Аризона Ролиплей Феникс, IP в описании, и там все это сделать. Но перед тем, как, разумеется, на нее зайти, я должен вам назвать реальные минусы Аризона Ролиплей. Как мы знаем, мы сейчас живем в капиталистической экономической системе нашей страны, да и вообще всего мира, да, и понимаете ли, в чем дело? То есть проекты, разумеется, в САМПе, они тоже построены на абсолютно точно капиталистической системе, экономической системе, вот, и так далее. Поэтому начнем с того, что больше всего бросается вообще в глаза, и закончим тем, что, ну, как бы не особо-таки бросается, вот, и все такое. Во-первых, при первом же заходе на сервер нам идут, понимаете ли, нам представляются скины бомжей. То есть я действительно, я заикаюсь, потому что я как только вижу вот эти вот самые скины бомжей, у меня сразу, вот, знаете ли, сердце бьется чаще, либо бьется медленнее, в зависимости от того, как оно бьется, кто его бьет и так далее. Поэтому происходит все вот именно так, дабы вы все это прекраснейшим образом понимали, и все это было у вас более чем, ну, понимаете ли, в ваших мыслях, во всех прочих ваших делах, о которых вы только можете додуматься, догадаться, там, сделать прочие вещи и так далее. В общем, скины бомжей. Вот самое первое, что мне понравилось, скины бомжей, разумеется. Вот, то есть на таком проекте, как Gambit Roleplay, да, я долгое время играл на Gambit Roleplay, я долгое время там делал много всяких разнообразных вещей, такие как отыгрывал Roleplay команды, отыгрывал Roleplay команды, отыгрывал Roleplay команды, вот, и я, понимаете ли, после всего этого уже перестал отыгрывать Roleplay команды, и решил зайти, вот, знаете ли, на топ-1 проект в GTA 7, посмотреть, что же тут такого топового, что же тут такого, знаете ли, на топ-1, и вот заметил именно это, скины бомжей. Да, я знаю, тут есть скины и не бомжей, да, я это абсолютно точно понимаю, я это абсолютно точно принимаю в сведения, когда говорю про скины бомжей, я это понимаю, да, но само наличие, то, что их можно выбрать, то, что бомжами можно начать играть, то есть это, это меня расстраивает. Я не понимаю, кто вообще делает скины бомжей в 2019 веке? Вот кто? Вот просто кто? Просто сразу минус там, я не знаю, 500 баллов от нашего всего вот этого вот оценки и так далее. Экономика. Вот второе, о чем я бы хотел поговорить, экономика. Господи, просто, блять, ужасная экономика. Вы видите, там миллионы, то есть там миллион абсолютно ничего не значит. Вот если у вас есть там 1 миллиард, там, да, 2 миллиарда, 5 миллиард, вот это да, вот это значит, блять. То есть, а миллионы, вот просто на нормальных-то серверах миллионы, они что-то знают, тут они ничего не значат. И мне, да, мне как истинному долбоёбу абсолютно похуй на то, что эти самые миллионы можно легко заработать при помощи, ну, там, знаете, просто выполнения квестов, которые добавляются, там, я не знаю, по 4 раза в год, наверное, в которых можно заработать, там, я не знаю, по 3-4 миллиона, да, и потом вот этот вот свой стартовый капитал, как бы начать скупать, перепродавать и раскрутить вообще до миллиарда. Это всем похуй, да, на это никто не обращает внимания. В общем, экономика полная говно. Как вы такое допустили? Сука, и я не понимаю, как такое возможно сделать просто в 2019 веке? Я просто не понимаю. Лаги. Да, я понимаю, вот это Стас, Эскэмасон, вот это постоянно говорит, что лагов уже нету, лаги пофиксили, но я-то долбоёб, я-то долбоёб, я-то захожу на проект, у меня всегда, сука, всё лагает. Всегда, я спросил у всех, я спросил у своих друзей, я спросил у друзей, у друзей, 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 у брата, 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 мамы, свата, сестра, брата, брата, брата и так далее. Я всё это спросил, я всё это разузнал там, и вот всё прочее вот это вот сделал. И вы знаете, что было? Вы знаете, что было? Я вот вообще, я охуел. То есть у людей, начиная от какого-то, знаете ли, такого маминого ноутбука 20-летней давности, заканчивая какими-то другими там, да, ноутбуками, какими-то прочими вещами, у них лагает. То есть несмотря на то, что там, допустим, видеокарта какая-то очень мощная будет стоять, несмотря на то, что там не будет видеокарты, всё равно у всех, сука, лагает. Я не знаю, как они смогли такого добиться, но лагает абсолютно у всех. Ужас. Просто, блядь, плохой проект. Фу, блядь, кто играет на нём? 10 тысяч каких-то дебилов, да, то есть дураков. Я извиняю. Ладно, ребят, я немного погнал. Немного, ладно. Превысил должностные полномочия свои и так далее. Вот. Прогнал пару матов, так сказать. Вот. Но если, мало ли, претензии какие-то будут, подъезжайте к шараге на Мазде, как бы. Всё разрулим, всё разузнаем, так сказать, обхаркаем вопросики, как бы всё будет у нас нормально. Ой, четвёртый вообще самое жёсткое, самое вообще, чё я охуел, аксессуары на игроках. Просто уже кто вообще додумался на игроков клеить аксессуары? Вот кто этот человек? Покажите мне его пальцем. Нет, кулаком мне его покажи, потому что я его буду пиздить. Вот аксессуары на игроках это самое плохое, понимаете? То есть это вносит дисбаланс, понимаете? То есть если вы мало ли не понимаете, как это вносит дисбаланс, я вам сейчас расскажу. Понимаете ли в чём дело? Допустим, человек без аксессуаров, человек с аксессуарами вот этими вот всеми, они встречаются, они встречаются, и у них случается конфликт. Конфликт отношений, конфликт должностных, похуй, конфликт у них, конфликт. Просто вот конфликт у них случается, всё, блядь, всё, кошмар, ДМ, блядь, все вдребезги, просто порно, наркотики, голые сиськи, блядь, просто всё, бухло, там, русский рэп, блядь, я вот, я не понимаю, как такое возможно, сука? Вот эти аксессуары на игроках это порождение дьявола, порождение просто, блядь, сатаны, ужас. Ой, ладно, я уже, я пообещал, что буду реально адекватно себя вести, не так, как вот этот, знаете ли, Данил Гераро в своих вот этих постановочных обзорах, за которые там ему платишь, чтобы он своё мнение менял и так далее. И у меня такого не будет, в моих обзорах, в нормальных моих обзорах такого не будет. Реальные минусы Arizona Roleplay. Вот, мы подошли к пятому, к самому, такому, знаете ли, жёсткому минусу, который я вообще смог заметить, интерьеру. Ой, интерьеры, это вообще, это отдельная тема для разговора. Как? Вот просто, как они сделали такие охуительные интерьеры? Блядь, интерьеры настолько охуительные, что они даже плохие, вы поняли? То есть, они просто, они идеальны, они охуительные, но они от этого плохие. От того, что интерьеры получились охуительными у них, они получились плохими. Почему так произошло? Как так произошло? Непонятно, никто не понимает абсолютно точно. Но получилось реально очень плохо. Я, я не понимаю вообще, как такое вышло? Интерьеры реально охуительные Видно, что проработаны с нуля Проработаны, так сказать, по самые гланды Вот эти вот, по самые помидоры, по всё прочее Вот, и становится вообще, вы знаете, непонятно Как всё это Можно было сделать Я не понимаю, интерьеры Это просто, это ужас Я вот, я захожу в них, они охуительные Но они ужасны от этого, они, вы запомните Интерьеры ужасны, они охуительные Но они ужасны от этого, они охуительно ужасны Ужасно охуительные, называйте как хотите Ну, просто после того, как я заметил вот эти вот все интерьеры, просто, блядь, моя жизнь больше никогда не станет прежней. Я не, я не знаю, я не могу есть, я не могу спать, я захожу в эти интерьеры, они охуительные. Но они настолько охуительные, что они просто ужасные, понимаете ли, в чём дело? То есть, когда обзоры делал там всякий Данил Герара, там, Джордж Карлин, там, какие-то прочие люди и прочие, прочие, прочие люди, вот, как бы, было, вот, я не знаю, более-менее, да. Ну, тут просто, тут интерьеры просто сейчас стали такие хуёвые, что я не знаю вообще, как такое может быть. Просто, как такое может, сука, быть? Нормальный человек, такой хуйнё, я вам так могу сказать, заниматься не будет. Поэтому, несмотря на все минусы, на все, я понимаю, да, минусы и недостатки, они жёсткие. Я не знаю, как, возможно, после всех этих минусов, после всех этих недостатков играть на топ-1 проекте в GTA Samp, но вы попытайтесь, я вас верю. Аризона, роли Плей Феникс, IP, а также мой никнейм Данте Коннор, по которому вы сможете получить 350, 300 тысяч вертов, просто 300 тысяч вертов на руки своего персонажа, находится в описании. Несмотря на все эти недостатки, нюансы, да, я понимаю, они жесточайшие, но там играет целых 10 тысяч человек ежедневно. Поэтому заходите, играйте и всё это делайте. Минусы, конечно, жёсткие, но вы заходите и играйте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok